Вы на канале Science Daily, новости науки и космоса. Китай впервые запустил ракету-носитель Чанчжен-6А с нового стартового комплекса в Тайюане во вторник 29 марта. Ракета успешно вывела два спутника на солнечно-синхронные орбиты. 50-метровый носитель Чанчжен-6А имеет две ступени на жидком топливе и четыре твердотопливных боковых ускорителя. Шанхайская Академия космических технологий производитель ракет спустя полчаса после старта объявила об успехе миссии. На солнечно-синхронную орбиту были выведены два спутника. Спутник Пуцзян-2, предназначенный для научных экспериментальных исследований, учета земель и ресурсов. И спутник Тянькун-2, который был разработан для проверки технологии обнаружения в космосе. Запуск ракеты Чанчжен-6А был осуществлен с нового пускового комплекса, построенного специально для пусков новых ракет на севере Китая. Комплекс обеспечивает автоматизированную заправку топливом и имеет более короткую подготовку к запуску, которая длится всего 14 дней. Новая ракета-носитель Чанчжен-6А диаметром 3,35 метра мало похожа на ракету Чанчжен-6 диаметром 2,25 метра. Гораздо более крупная ракета 6А использует на первой ступени два двигателя YF-100 и может выводить до 4 тонн полезной нагрузки на орбиту высотой 700 километров. По сравнению с однотонной полезной нагрузкой при выводе на солнечно-синхронную орбиту у ракеты Чанчжен-6. Ракета-носитель Чанчжен-6А может быть использована в различных конфигурациях – с четырьмя боковыми ускорителями, с двумя ускорителями или вообще без них. Шанхайская Академия Космических Технологий заявляет, что состоявшийся запуск ракеты продемонстрировал прорыв в одновременном использовании жидкостных и твердотопливных ступеней и ускорителей. Кроме того, новая ракета Чанчжен-6 может использовать более широкие обтекатели полезной нагрузки диаметром 4,2 и 5,2 метра. Оставайтесь на канале Science Daily, если хотите быть в курсе самых интересных научно-космических новостей.